Сегодня мы вам расскажем, как проект Север появился в свое время и до чего он нас в общем довел. Вот это Андрей Громов, он главный редактор журнала «Север», который на платформе издания «Агента Репаблик» уже выходит некоторое время. И он же в основном делает телеграм-канал «Север». И, кстати, у него сегодня день рождения. Это прям правда. Но мы это все придумали довольно давно. Я уж не помню, сколько лет назад бродил я по древнему русскому городу Ростову-Великому. Наверное, все там были, а если не были, то съездите обязательно, оцените невероятный контраст между прекрасным европейским Кремлем. Но это называется Кремль, на самом деле это резиденция ростовского митрополита. И диким упадком, царящим вокруг. И вот там мне было прямо-таки откровение. Я вдруг понял, что длящийся лет 200 спор между славянофилами и западниками он бессмысленен, потому что сама русская история примеряет его, показывая, что, конечно, мы Европа просто особая. Но ведь все входящие в европейскую цивилизацию культуры особые, у каждой есть свои какие-то особенности. Мы в этом плане не исключение. Никаких особых путей нам искать не надо. Более того, не Петр Первый это придумал, а так было, в общем, всегда. Ну, условно всегда, вы понимаете. Вот я, собственно, этой своей интуицией я потом и пытался поделиться. Для этого мы стали придумывать проект. Слово «север» оно такое, скорее, идеологическое, а не географическое, потому что, ну, понятно, мы какая-то дикая заснеженная страна для всех остальных людей во всем мире. Какой-то страшный крайний север. Ну, и мы примерно придумали, что мы хотим делать. Придумали какой-то набор базовых рубрик, внутри которых будем действовать. Запустили это все сначала на платформе «Репаблик». «Репаблик» тогда не был еще иноагентом. Но поскольку «Репаблик» был запаеволом, мы как-то сразу были сильно ограничены в аудитории. А потом «Репаблик» еще объявили иноагентом, а потом «Репаблик» еще и заблокировали. И мы решили, что, пожертвовав некоторыми другими прелестями, мы будем накопившийся массив текстов вываливать в «Телеграм» и завели канал «Север». Но если вдруг кому-то будет интересно, потом к спорам об идеологии можем вернуться потом. Да, ну, собственно, пожалуй, скажу еще пару слов о том, в рамках каких рубрик мы действуем. У нас есть куча рассказов о разных удивительных местах внутри России. У нас есть отдельная рубрика «Древнерусская литература для чайников», в которой я пытаюсь, как такой, знаете, фанат-начетчик, рассказать людям, что на самом деле русская литература началась не с XVIII, тем более не с XIX века. У нас есть рубрика, посвященная тому, как Россию видели иностранцы, есть рубрика, посвященная, наоборот, всяким удивительным приключениям русских людей в Европе. Вы вот, к примеру, например, не знаете, что, наверное, что на самом деле первым послал детей русских дворян учиться за границу вовсе не Петр Первый, а Борис Годунов. Достоверно известны судьбы не всех людей, которых он послал, потому что потом случилась смута и всякие проблемы. Достоверно известно, что никто из них не захотел возвращаться в Россию. Но, как минимум, у одного из них была удивительная, совершенно умопомрачительная биография. Он закончил Оксфорд, он стал англиканским священником, и он сыграл даже определенную роль в английской революции. Ну и так далее. Ну и вот, в общем, как-то мы тянули этот проект, а потом в феврале 1922 года случилось то, что случилось. И мы в некоторой растерянности, пытаясь понять, как такое вообще могло случиться, решили, что нам нужно съездить в главный храм вооруженных сил, потому что, возможно, там есть какой-то ответ. И мы, конечно, поехали, впечатлились. Я подумал, что я мог бы по мотивам поездки написать что-нибудь написать. То есть материалу намного статей, но это все статьи Уголовного кодекса. Но неважно, не в этом дело. Просто в процессе вдруг Андрей мне сказал, знаешь, говорит, может быть, все наши беды, и не только наши, связаны с тем, что мы не очень легкомысленно относимся к своим словам и не выполняем своих обещаний. Вот я собирался делать зарядку по утрам, сказал он, и не делаю. Вот мы собирались пойти пешком на Троицу, в Троицу Сергиеву Лавру из Москвы, и не пошли, ну и так далее. И вот из-за того, что мы слов своих не держим, все оно так и получается. Вот я вспомнил, что действительно, да, был такой момент, когда я перечитал книжку Ивана Шмелева о том, как, ну, собственно говоря, о паломничестве в Лавру, очень загорелся эта идея. Мы ее некоторое время обсуждали и, конечно, никуда не пошли. И мы вот решили, что непременно пойдем в Лавру, потом обсуждали, как это будет, придумывали маршрут и смеялись друг над другом, понимая, что, конечно, никуда мы не пойдем. А потом за четыре дня до Троицы собрались и пошли, и реально за четыре дня по очень сложной и непрямой траектории дошли от Москвы до Сергиева Посада. И хотя эта судьба России не изменила, но это чему-то нас, это по-новому заставило нас взглянуть на Россию. И мы решили, что в следующем году мы уже не по довольно-таки лакированному Подмосковью будем гулять, а по местам каким-то более, что ли, настоящим. И в этом году мы это сделали. И, собственно, мы попозже покажем вам картинки оттуда и расскажем какие-то истории. Но пока Андрей, я прервусь, Андрей, наверное, что-то более мудрое скажет о том, что чувствует человек, который зачем-то ходит без внятной цели пешком из одного села в другое. Да. Дело в том, что, во-первых, у меня, когда мы обсуждали поход Сергея Лавры, у меня за плечами уже был поход в Сантьяго де Компостелло, который я длился 30 дней. И там, ну, как бы вот это ощущение, я хотел Ивана тоже заразить этим ощущением, что когда ты идешь куда-то, совершенно по-другому ощущается пространство, время и вообще все. Ну, в данном случае, когда мы пошли, ну, понятно, что где Сантьяго де Компостелло, где 30 дней, где Москва и Подмосковье, и, ну, там 100 километров, там почти 900 было, а тут 100. Но на самом деле довольно быстро, вот когда мы стали идти по еще первое наше путешествие по Сергею Лавру, мы начали с того, что мы и шли по Москве, ну, вдоль Яузы, по Московским паркам. Очень красивый, ну, но даже в это путешествие, когда оно начинает длиться и длиться, я, кстати, вам тоже всем советую, без всякого фанатизма, можно от метро, ботанический сад до, там, не знаю, до церкви в Тайнинском, вот пройти в выходной, это очень приятно, и вы уже даже на этом уровне ощутите вот это ощущение, когда пешим образом пересекаете пространство. Я не знаю, не уверен в том, что, ну, как бы, там, Хайдеггер пытался это описать в СССР на проселочной дороге, о том, как меняет мир новые средства передвижения. Понятно, что, ну, мысли Хайдеггера, что то, что появились новые средства передвижения, что мы можем быстрее добраться из одной точки в другую, все меняет в этом мире. И вот мы с Иваном на своем опыте убедились, что очень многое это действительно меняет, что когда ты пересекаешь это пространство пешком, когда ты видишь со скоростью пешего хода и с логикой пешего хода, понимаете, когда вы идете, вы же не сидите в это время в машине, вы же не сидите в это время в автобусе, вы идете, у вас взгляд по-другому устроен, вы видите мир совсем по-другому, и это реально ощущается. Я даже, ну, простите, вот это бы, мы с Иваном это даже ощутили, уже не выйдя даже почти из Москвы. Вот. Но на самом деле это еще больше ощущается, когда, понятно, есть, ну, когда это происходит, ну, два дня подряд, три, да, это реально совершенно все меняет. И более того, при всей разнице, Испания, по которой я шел, когда шел с Компостела, это страна с очень быстро меняющимися рельефами и ландшафтами. Через два дня пешком ты находишься совершенно в другой зоне. Россия, она очень похожая, но тут возникает даже новое ощущение. Ты начинаешь видеть тонкие различия в очень похожем. вот я, когда смотрел свои фотографии, чтобы сделать там слайды, я фотограф очень плохой, но я пытался запечатлеть то новое. Но со стороны кажется, что я все время снимал одно и то же. Но когда я шел, я уже видел вот эти тонкие и очень глубокие тогда для меня различия, которые я пытался защелкать. Я так не очень люблю щелкать. Но я когда вижу что-то очень важное, я щелкаю. Ну, достаю телефон. Да, когда вы идете, вам надо достать телефон, это тоже не так просто. Вот, и вот когда вы просто, да, надо тоже понимать, это очень важная вещь. Вы идете, на вас рюкзак. Рюкзак, если вы идете там совсем далеко, ну, максимум 6 килограмм. Потому что если это больше, то к концу, то на 20-м километре у вас будет на спине висеть не 6, а 20. Вы будете его ощущать как 20. Ну, то есть надо понимать, что это еще такая физическая нагрузка, которая все могут одолеть, но которая реально ощущается как физическая нагрузка. Вы не просто смотрите на мир, вы не просто смотрите на пространство, преодолеваете пространство. Вы преодолеваете пространство с усилием. Это то, что от вас требует усилия. И когда вы смотрите на мир, в результате этого усилия вы его видите другим. И вот надо сказать, что вот последнее наше путешествие было даже самым интересным с этой точки зрения. Если по Испании, я шел по красивым тропкам. Там очень много всего красивого. По Москве шли мы тоже не по трассе, мы шли там ну, там часа два, наверное, за все время. А тут мы в основное время шли, ну, почти все время шли по трассе. Вот в Ивановской области тут надо самое главное, наверное, сказать про русский мир и русскую современность. Русские люди в лесу не живут вообще. Русским людям лес чужд. Вот когда я был маленьким, и Иван подтвердил, Иван вообще рос, вырос в Рязанской деревне. Ну, в Рязанском большом селе. То есть он как раз тот классический тип русского интеллектуала, который вышел из русской деревни. Вот. А и для меня, и для него мы из разных были группы немножко разных поколений. Лес был частью, непременной частью жизни русских людей вне города. А сейчас нет. Лес это заброшенное пространство. Я позволю себе вставить кусочек, чтобы немного вас вразлечь. Это было вот очень как раз в первый наш прошлогодний поход наглядно нам данный опыт. Мы когда планировали по карте поход, мы, конечно, ну, незначительно, но там, где можно было маршрут нарисовать по лесу, и где карта показывала дорогу, мы рисовали его по лесу, думая, что это будет какое-то прекрасное приключение. И вот в мытищах мы вошли в лес. Первые несколько километров там такой хипстерский парк, спортсмены бегают, чуть ли не самокатчики ездят, асфальт, лавочки, все очень красиво, и вдруг это обрывается резко, то есть вот очень наглядная граница, кончается дорожка, и дальше начинается ад, то есть дорога разбита, я не знаю, так, как будто по ней ездили давно исключительно на танках, все это завалено какими-то бревнами, как будто вот с тех пор, как Государственная Дума даровала русским людям право собирать валежник, они тут же перестали его собирать, потому что им, конечно, ничего разрешенного и неинтересного, и надо продираться, надо лезть, еще комары, возможные кличи, какие-то там, в общем, дальше мы, поскольку уже поздно было перечерчивать маршрут, еще несколько раз шли по лесу, но всегда это было примерно так же, повторяю, это Подмосковье, то есть абсолютно обжитая территория, понятно, что вот когда мы там бродили по Ивановской области, там все выглядит еще страшнее, но да, действительно, лес перестал быть частью какого-то вот такого русского мира, русский человек ушел из леса, мы даже обращали внимание, идучи по трассе, на то, что, ну, раньше-то бывало, чем в детстве, вот через каждые 10 метров есть какая-то тропинка, которая уводит человека в лес, а тут их нету просто, ну, есть несколько более или менее больших дорог, по которым через лес ездят, и все, никаких тропинок, никаких особых, ну, там редкие грибники что-то протоптали, но так, не то, чтобы это выглядело обжитым. Я даже грибник, мы, ну, не знаю, мы шли вот вдоль леса 30 километров один раз, и там поля с лесом перемежались другой раз, нет тропок, максимум просека газпромовская какая-то просека, если кто-то в лес ходит, только это газпром со своими какими-то газопромами, которые куда-то тянут загадочные люди Флинта с путевкой газпрома, вот, но это действительно, кстати, проезжает, и, честно говоря, у нас нет этому объяснения, русский человек был всегда человеком леса, а современный русский человек стал человеком машины, возможно, опять же, мы не оцениваем хорошо это или плохо, да, просто это то наблюдение, которое, как ни странно, вот пешим ходом осознается, а, ну, когда люди на машинах едут, они этого не понимают, ну, наверное, лес, там же люди ходят, а вот, или опять они доезжают до места, где лес, где люди туда ходят, ну, такой, какой-нибудь нахоженный, там высаживаются, но вот, наши пешие путешествия, и самое страшное идти через лес, вот, один из самых неприятных моментов нашего путешествия был, когда мы свернули с дороги, с трассой и решили пройти наискосок, Яндекс прекрасно показывал дорогу, Гугл прекрасно показывал дорогу, мы по ней пошли, но дороги там не было, потому что она была через лес, а через лес никто не ходит, дороги просто не стало, потому что ей никто не пользуется, людям, русские люди вышли из леса, они больше не люди леса, и это такая реальность, которая, ну, не знаю, может быть, требует исследования, может быть, какого-то осмысления, но это наблюдение нами как бы сделано и утверждено в этом походе в последний год по Ивановской области, но если возвращаться к идее пожирания пространства, вот в Ивановской области мы шли в основном по трассам, казалось бы, что может быть скучнее просто идти по трассе, ну, по асфальту, там, где машины едут, это почти как ехать, но одно дело там, когда красоты, ты взбираешься по тропинке, но вот как раз нам очень показалось очень важным идти именно по трассе, ну, особенно, если там немного машин, так вообще лучше, хотя когда машины, они тебя обдувают, на самом деле, ведь, когда ты идешь, ты еще борешься с природой, ты еще борешься с жарой, ты еще борешься с комарами, а когда мимо тебя проходят фуры, например, они отгоняют тебя, во-первых, обдувают тебя от жары, а во-вторых, они отгоняют от тебя комаров и слепней, они вот такие, это неприятно, то есть я вот как-то в какой-то момент я начал биться со слепнями и отгонять их, в том числе от Ивана, Иван меня обвинил в том, что я со стороны смотрюсь как этот самый, да, вот тот самый. Как я кто? Не знаю, как кто-то. Я хочу сказать, что там, где мы шли в этом году, к сожалению, или к счастью, но на самом деле по этим удивительно, кстати, хорошего по русским меркам качества дорогам особо никаких машин-то и не ездят. Хотя одно время очень много ездило фургончиков красное и белое, потому что в Шуе большой спиртозавод, окормляющий округу, и вот они к нему все тянулись. Вот они и отгоняли. А потом и они исчезли. Вот. Я подумал, может быть, вы тут не все читали текст Хайдеггера, который на самом деле называется «Три разговора на проселочной дороге о мышлении», который упомянул Андрей, там довольно вот в этой части прозрачная мысль, что данному мыслителю не свойственно. То есть там ритм жизни меняется, мы стараемся жить быстро, и технологии позволяют нам экономить время, уничтожая пространство. Ну, то есть вот когда вы идете пешком, пространство ваше. Когда вы едете на машине, вам кажется, что оно ваше, но проходя тот же самый путь, который мы проходим за день, там, за час или за полчаса, вы мало что видите. Когда вы летите на самолете, проходите, проделываете за час путь, который нашему предку просто, который у нашего предка бы в голове не уместился, ему надо было бы несколько месяцев ехать, вы что видите, да, кучу облаков, то есть в общем ничто. Когда вы идете пешком, вы видите все, но это требует некоторой праздности, то есть понятно те возможности себе такую праздность организовать, понятно, что теперь это только вид какого-то досугов, который мы пытаемся выдать за интеллектуальный, но возможно это не так. Ну, опять же, если в этом мы ощутили, что Хайдегер, а это не такое простое открытие, Хайдегер скорее прав, да, когда ты пересекаешь пространство пешком, когда ты его буквально, когда весь твой смысл действия сегодняшнего дня идти и перейти пространство, не что-то сделать, не что-то создать, а просто преодолеть пространство, в этом это реально становится смыслом, это большой смысл, это меняет то, что ты видишь вокруг, это меняет то, как ты осознаешь, что ты начинаешь думать, что именно тебе кажется важным и неважным, это меняет твое восприятие цветов, ну, я это еще в Испании заметил, но подумал, что так устроен испанский мир, в отличие от русского, когда ты идешь пешком, ты начинаешь чувствовать палитру цветов совершенно другого, зеленого, для тебя перестается считать слово зеленый, нет зеленого цвета, есть огромное количество разнообразного зеленого, и когда ты идешь, ты начинаешь видеть это разнообразие зеленого. Вы могли заметить, что возложение Андрея, этот опыт чуть-чуть похож на опыт употребления диэтиламида лизергиновой кислоты, но в принципе что-то есть, да. Ну, во-первых, действительно, вот мы с Иваном все время говорили, какой же нам замечательный подвезли небо. Ну, если, вот я потом рассматривал фотографии, ну, небо, ну, такое, какое бывает небо, но именно когда ты идешь, ты видишь эти, ты начинаешь видеть эти цвета, это небо, это, эти узоры облаков, очень, очень отчетливо, возможно, именно примерно с тем же эффектом, который сейчас назвал Иван, я в данном случае хотел бы еще акцентировать то внимание на то, что тут кроме этого есть еще идея преодоления пространства. Вот когда ты проходишь это пространство, ты его прошел, в этом есть, ну, казалось бы, какой в этом смысл? Ты мог этот, ну, там, когда мы прошли сто километров за четыре дня в Сергию Лавру, мы обратно доехали домой за два часа. Это было дико, ну, то есть, только что ты четыре дня шел, ты основал это как героический поступок, а потом за два часа под болтовню какого-то осетинского человека ты доехал домой. Но на самом деле сам факт, что ты просто преодолел, вот мы последние, наше последнее паломничество преодолели там в один из переходов 35 километров. Это реально много. И вот ты идешь и понимаешь, ты прошел эти 35 километров, и это осознание как бы вдруг оказывается важнейшим смыслоопределяющим началом. Ты вроде бы пожрал их просто, ты шел по трассе, ты не увидел ничего какого-нибудь особого, даже в этот день мы, ну там, никаких особо красивых церквей не увидели. Там максимум разрушенную усадьбу Балин, как его там? Ассекрит. Ассекрита Балина 19 века, и то, но это было ощущение настолько содержательно прожитого дня, что мы просто вот там, не знаю, я с ощущением полноценно прожитого дня, наверное, такого ощущения не испытывал очень много-много лет до этого. Давай уже картинки покажем. Тебя научили, как их листать? Не знаю. Да, то есть, тогда не покажем. Нет, нет, там есть люди, которые умеют это делать. И снабдим их какими-нибудь более живыми комментариями. Вот видите, это, кстати, я на этой незамысловатой футболе. Ну вот это, кстати, типичный вид того, вот смотрите, это типичный вид, который мы 80% времени мы нашим именно пути мы видели примерно это. Ну, а я еще впереди Ивана. Да, тебе больше повезло. Это где-то между Палихом и городом Южа, видимо. Вы не сказали, где и зачем мы ходим. А, да, скажи. Да, мы, смотрите, первое наше путешествие, которое было год назад, было из Москвы в Сергей, в Посад, как рассказал Иван, то есть мы паломничество. А здесь у нас была идея пройти по русским иконописным селам. Вообще, да, сразу еще оговорка, пока дело в том, что в России не так просто путешествовать пешком, потому что для путешествия нужно 30 километров, ну, 35 максимум. В населенные пункты ты можешь переночевать. У нас принципиальная идея, что это не походы с палатками, ну, это как бы мы живем, продолжаем жить в цивилизованном мире. Мы как люди, которые просто идем, а потом... Да мы бы, скорее всего, просто на себе палатки еще бы не дотащили. Ну, тоже, кстати. Если ты идешь не по трассе, по которой ездят дальнобойщики, или по трассе, но по которой все равно не ездят дальнобойщики, как здесь, то там ни гостиниц, ни кафе нет, и приходится очень подстраиваться под наличие мест для ночлега. Маршруты очень непросто выстраивать, тем более в России еще не любят строить мосты через реки. Это вообще такая большая русская проблема. А дороги сейчас стали хорошими, а вот мостов по-прежнему очень мало, особенно через маленькие реки. Вот, поэтому мы выбрали маршрут по русским иконописным селам, Халуй, Палих, Имстера, и вот решили попустить город Шуи, из города Шуи доехали оттуда на прекрасной электричке «Ласточка». Оттуда, оттуда. Оттуда. что Иван умеет правильно русские слова говорить. Так вот, мы туда приехали на электричке «Ласточка». Это, кстати, немецкая электричка. Кстати, да. Так вот, город Шуи, сначала мы остановились в городе Шуи, осмотрели его, на фотографиях мы что-то там с этого покажем и расскажем. Дальше мы пошли из города Шуи пешком 30 километров в город Палих. Ну, Палихские шкатулки, все такое прочее. На самом деле, это один из важнейших центров русской иконописи. И в последнее время нам попадались очень крутые иконы Палихские 19 века. Казалось, что Палих это такая вот ширпотребная, ну, типа нынешнего Софрина. А вот в последнее время мы несколько раз видели очень крутые Палихские иконы, и теперь мы хотели попасть в Палих, чтобы увидеть в музее Палиха их собрание. В итоге мы увидели там грандиозное собрание непалихских икон 16, 15 и 17 веков. Также увидели крутейшие Палихские иконы 18 века, а вот как раз 19 там были довольно средние. Но музей настолько все равно крутой, что мы, ну, мягко говоря, не пожалели, что туда пешком дошли. Впрочем, опять же, повторяюсь, сам путь важнее цели. Но цель у нас была попасть в Палих, а из Палиха в Холуй. Но чтобы попасть из Палиха в Холуй. В Холуй. Да, так все поправляют. Местные есть, ты скажешь, Холуй, они прям реально приходят в неистовство и раз пять тебя поправляют. Иван тоже поправляет теперь. Так вот, раньше не поправлял, пока не попал туда. Так вот, мы должны были переночевать в городе Южа, потому что в Холуи нет места, где переночевать, а забегая вперед, скажу, нет места, где поесть. Вот. Кстати, это с этим тоже в России большая проблема. Если вы думаете, что на каждом углу хипстерской кафе, вы ошибаетесь. Более того, если вы думаете, что просто есть какие-то кафе, тоже не факт. То есть, на трассе, где едут фуры, есть, а везде, где нет трассы, и не ездят фуры, сложно. Забегая опять же вперед, скажу, что, например, в центре города Вязников вполне райцентр и туристического центра, просто нет ни одного кафе. Только там на выезде на трассу, где ходят фуры. Вот. Итак, маршрут. Шуя, Палех, Южа, Холуй. Это мы прошли пешком. Дальше из Холуи пешком мы не могли бы никуда попасть, потому что ковров на расстоянии 50 километров, а Амстера 70. Мы хотели попасть в Амстеру, поэтому мы с приключениями, о которых расскажем, добрались до Коврова уже на машине, и с Ковровым добрались до Амстера, а Амстера в Вязнике, а из Вязников уже в Москву. Пешее наше путешествие было вот два перехода 30 с лишним километров, это Шуя, Палех и Палех, Южа, и один переход 10 с лишним километров, это Южа Холуй. Вот, можно, наверное, переходить к картинам. О, это памятник Бальмонту в Шуе, это интересный момент. В Шуе когда-то, ну, значит, смотрите, сейчас Шуя это райцентр Ивановской области, а когда-то было не так. Когда-то Шуя был уездным городом Владимирской области, а Иваново-Вознесенск, который теперь у Иваново был, за штатным городом Шуйского уезда. И, соответственно, там в начале 20 века проходили всяческие, ну, то есть там действовали большевики и не большевики, там бастовали рабочие, это был передовой промышленный район, и, в частности, конкретно Шуя это такая территория, где начинал свой славный путь Михаил Фрунзе. И он там был арестован, его приговорили к смертной казни, потом его помиловали, потом он убежал с каторги, потом случился 17-й год, он вернулся в Шую и некоторое время занимал там всякие места, всякие начальственные места при большевиках. И вот, видимо, раньше он был главным героем города, потому что, когда ты по центру ходишь, там буквально на каждом доме висит табличка. Вот в этом доме однажды Михаил Фрунзе провел 15 минут и пил чай. Вот в этом доме Михаил Фрунзе, не знаю, покурил за углом. Но чувствуется, что сейчас их это уже не так увлекает, а там уж не уроженец еще Константин Бальмант, и вот сейчас культ делают из него, и Кровеческий музей, который здесь на картинке у него за спиной, носит его имя, и такой вот довольно милый и нелепый памятник ему перед музеем стоит. И более того, в этом музее из четырех залов два посвящены, собственно говоря, Бальмонту. Или из пяти. Там еще очень забавный был какой-то фильм, который показывали, это музей для детей, детей там много. И в этом фильме там сказали, смотрите, какие у нас хорошие церкви в Шуе. Но вообще-то это не важно, потому что главное в нашем городе это Бальмонт. И вот так фильм шел. Смотрите, какое у нас красивое это. Но это не важно. Главное в нашем городе Бальмонт, да? Бальмонт же? Бальмонт. Бальмонт, черт. Это вот Громов поленился лезть на колокольню. Символом города Шуе является колокольня при вот этом кафедральном соборе, кажется, Воскресенский собор, да? Они гордятся тем, что это самая высокая колокольня в Европе из числа тех, которые стоят отдельно от церквей. Она действительно на некотором отдалении от собора. Она до верхушки шпиля высотой 106 метров. И вот на нее можно залезть. И я залез и любовался красотами Шуе сверху. Не знаю, зачем вам это. Ну ладно. Видите, как красиво. Ну, как бы Россия, да. Это вот двор, это самый центр города. По-моему, классный двор. Мне кажется, вот прямо действительно хочешь в него зайти и там что-то такое откликается русской душе. Мне кажется, вот... Причем это реально самый центр города. Ты заходишь и вдруг это видишь. Не знаю, что-то вот... Не знаю, в моей душе это тот с дворик находит какой-то очень большой отклик. Такого рода дворики. Это не Шуе. Недалеко от Шуи, километрах в 15-е, есть старинный монастырь с уцелевшим одним собором 17-го века. Он называется Никола Шартомский. А вот в селе, при нем село, по-моему, называется Введенское, вот такие две церкви. Их реставрировали, а потом почему-то бросили. То есть они закрыты и не дореставрированы. И там в округе просто целая россыпь церквей 17-18 века в разной степени разрушенности. Кстати, есть одна особенность. Это очень тоже важные впечатления из этого похода. Но, впрочем, оно объективно, это не только впечатление. Дело в том, что это очень в Ярославской, вот в Ивановской области и в той части Ярославской области, которая примыкает к Ивановской, есть одна удивительная особенность. Там в 17-м... Это была Владимирская область вторая, не Ярославская. Нет, Ярославская, это там тоже есть. В части примыкающих к Ивановской области Ярославской это тоже есть. Мы там не были, но это уже как бы известно из... Ну, я это выяснил уже не своими глазами, а из книжек. Есть такая особенность. Там храмы в 19-м веке и в 18-м строили почти как в 17-м веке. То есть, на самом деле, понятно, что в 18-м веке произошли Петровские реформы, все изменилось, архитектура церквей, а в 19-м веке она вообще стала помпезной такой, или, ну, она стала разнообразной, но дико не похожей на русскую архитектуру 17-го века. А здесь нет. Здесь архитектура как будто не... Вот просто, да, ты можешь заметить разницу между 17-м и 19-м веком. Ну, в окошке, окошки где-то больше, где-то более вытянуты, где-то пропорции чуть смещены, но вообще-то они очень похожи. И это потрясающее ощущение. Причем вот этот район, этот некий, этот район Ивановского, Шуйского района, даже не просто Ивановская область, Шуйского района, удивителен тем, что там ты едешь на машине, и там в каждом селе по 2-3 церкви. А в соседнем селе, который через километр, еще 2. Ну, понятно, о чем это говорит. Вы представляете, какие богатые это были села? Какое-то богатое это было... Вот сейчас это задрипанный, какой-то шуя, о ней никто не слышал. Там, ну, понятно, что ничего там нет. Но если в селах, которые там 500 метров друг от друга, по 2 церкви, это значит, были очень богатые приходы. Это был важный, сейчас это непредставимо, но это был какой-то очень важный экономический центр России. Причем... И там действительно просто... Центр маловарения, кстати, не знаю, крупнейший в империи, не знаю, зачем вам эти сведения. Я думаю, если мы на каждой картинке будем так останавливаться, никто никогда отсюда не уйдет. Это Дунилинский женский монастырь, там же недалеко. К сожалению, к нему ближе подойти нельзя, потому что помимо вот этого шлагбаума там есть что-то вроде вышки, на вышке спит охранник. А если его разбудить, он говорит, что устав строгий и матушка не благословляет. Вот. Но, ладно, кое-какие шутки, которые мы шутили по этому поводу есть в наших текстах, отсылаю вас к телеграм-каналу. Громов обещал, что он куда-то вставил адрес. А это уже... Ну, это просто... Ну, красоты, люпин цветет. А вот это я даже забыл, как село называется. Ну, церковь 18 века. Нет, это по дороге из Шуи в Палех. Из Шуи в Палех, да. Там довольно дорога как раз насыщена... Это все-таки трасса, по которой много едут. Дорога насыщена какими-то селами. Даже там было один раз кафе шашлычное. Мы туда зашли, съели там почему-то вкусного шашлыка и съели там вкусные щи. Это прям событие на самом деле. Вот. А это село, вот там, ты идешь по дороге, и попадаются такие вот милые церкви. Да, кстати, еще там есть одна особенность церкви. там в этом регионе традиции. С этой церкви не совсем так. Они верхушки реставрируют, а если нет денег, ну, если нет денег на всю церковь, они реставрируют главы и барабаны, а основную часть не реставрируют. То есть, издалека видно, что красиво, а когда подъезжаешь... Давайте дальше. Это я вообще не понимаю, зачем попал. Это мы входим в город Палеха. Это Палех, действительно. Это самый красивый, пожалуй, собор, который мы видели за все время наших путешествий. Крестовоздвиженский собор в Палехе. Это конец 18 века. Строили местные мастера. Не самая удачная из фотографий, которая у нас есть, но в канале есть больше. Он просто невероятен. И он как раз вот очень хорошо показывает то, о чем Андрей тут говорил. Тягик более старой традиции. Давайте дальше. Нет, на Крачи прилетели изображен вообще в Непале. Нет, нет, это Костромская область. Есть даже у нас на севере тоже четко текст о том, где это место, конкретное село, конкретное место и даже как он сейчас выглядит. Но вы правы, он отчасти даже сейчас выглядит похоже. Но, кстати, еще, чтобы можно сказать... Это вот видите, удивительный, красивый парк. Там, кстати, сказать, да, вот из всего, что мы видели, Палих относительно, во-первых, туристический, во-вторых, их сувенирная продукция во всех трех этих селах, во всех трех селах одна и та же история, там иконописцы в 20-х годах, 20-го века догадались, что иконы, скорее всего, в ближайшие 100 лет не будут пользоваться в России спросом, им надо придумывать какой-то новый товар. И так во всех трех селах были придуманы свои виды росписи. На мой вкус, самые красивые мастерии. До этого это были иконописные села. И да, нам там рассказывали смешные вещи. Придется к случаю расскажу. Но вот Палих из этого всего, поскольку он сильно туристический и выглядит довольно богатым, он самый такой обжитой, даже в некотором смысле по русским меркам роскошный. Вот, про мастера, особенно про Холу и того не скажешь. Это собор внутри, там, кстати, довольно симпатичные росписи начала 19-го века, тоже местные мастера делали. Но старые иконы, икона, кстати, Холуйского стиля, Холуйские, они, знаете, классические, такие очень графичные, очень нарочито примитивные, плоские, очень по-своему удивительные. Но это в Палихе, в соборе же дальше. Да, давайте дальше. Это вот дом Ивана Голикова и памятник Ивану Голикова. Иван Голиков это иконописец, который, собственно говоря, придумал палехскую роспись. Если вдруг кто-то из вас интересуется книжками издательства Академии модного, которое было, существовало в Советской России в 20-30-е годы. Это одна из самых дорогих коллекционных книжек, слово о полку Игореве с невероятными иллюстрациями и с текстом, написанным, со шрифтом, стилизованным под рукопись. Это сделал как раз Иван Голиков. Но это вот иконки из музея, это столбники, это так 16 век на глазок, хотя я уж не помню. Ну ладно, давайте дальше. А вот это 18 века палехские, это такие длинные доски, они явно, это составная часть какого-то иконостаса, но вот если вы в детали всмотритесь, то тут в принципе довольно наглядно видно, откуда палехская роспись взялась, да, несмотря на то, что это герои священной истории, некоторые из них нормально смотрелись бы на шкатулках. По-моему, это прямо шкатулка, да, при этом это 18-е, даже не 19-е, не начало 20-го, это 18-е века, это прямо вот посмотрите еще раз и посмотрите, откуда палехские мастера решили взять эту идею роспись шкатулок, которую они реализовывали. Это раннее, кажется, 18-го века палехская икона, давайте дальше, но это, а это вот Ивана Голикова работа, она называется «Партизаны», там и так-то мы фотографы не самые выдающиеся, плюс, понятно, это не центральный музей, там плохо выставлен свет, там все под стеклами, очень тяжело фотографировать, но вот это мы сюда взяли тоже, чтобы показать близость росписи к иконописной традиции. Это радуга. Ну, это палех тоже, то есть, это радуга в палехе, а вот сейчас там будут серии фотографий, можно их листать, это разнообразные дороги, по которым мы шли. Это, ну, как бы вот то, о чем говорил, это пространство, это все-таки, и опять же, возвращаясь к Хайдегеру, Иссе, его называется «Иссе на проселочной дороге», мы бы добавили к этому и на провинциальной Это разговор на проселочной дороге о мышлении. Извините. Хорошо. Ну, вот, мы бы добавили сюда слово к трассе в нашем уже понимании, потому что вот эти вот разнообразные проселочные дороги трассы, и есть суть того процесса, который, ну, вот, который мы хотим передать идею пожирания пространства. Вот тут я расскажу короткую историю. Это Южа, гостиница, в которую мы пришли, где нас встретила очень, очень милая такая гостиница, там нас встретила очень радостная, открытая, добрая женщина, но, впрочем, везде, вот, где мы были, нас встречали радостные, открытые, добрые, приятные люди. Это у нас даже документов не спросило, и когда она ушла, я сказал Громову, что так всегда все и бывает в американских фильмах ужасов, и раз она ушла, не поинтересовавшись нашей судьбой, просто, и там вообще никого не было, кроме нас, а это довольно крупный, большой комплекс. Ночью придут какие-нибудь маньяки и порежут нас, а мой прагматичный друг спросил, вообще-то дело не в этом, она не знает, кто мы, мы можем сейчас собрать тут все ценные вещи, забрать абажур, вот этот прекрасный, и уйти. Надо сказать, нас никто не порезал, зато пока мы с ней разговаривали, она нас прельщала чем? В юже озера, прямо в городе, и дальше там цепь озер, и она нам говорит, а еще у нас тут есть своя пешеходная программа, на наших озерах снимали фильм «Следопыт», и смотрит так, ожидая, что мы сейчас вот обрадуемся, но мы, когда по Фенимору Куперу что-то такое мы вспомнили, что в детстве, возможно, видели, вот его действительно там снимали, какого-то актера они называли советского, я в них, в принципе, плохо разбираюсь и не запомнил, простите, и вот она нас прельщала в следующий раз приехать и пройти с ними 27 километров по озерам и осмотреть все места, где снимался фильм «Следопыт». Мы вряд ли, конечно, решимся, но если вдруг кому-то интересно, имейте в виду, что вот есть такая возможность. О, это мы дошли до Холуя. Вот это, пожалуй, самый удивительный памятник, который мы видели за время путешествия. Это князь Пожарский в Холуе вот так выглядит. Не знаю, зачем они хотели его обидеть, но, в общем, вот. Это вот мост деревянный, старинный с удивительной историей. Его сначала сломал перегруженный КАМАЗ. Фирма, которой принадлежал КАМАЗ, его починила. Потом его сломал перегруженный лесовоз. Фирма, которой принадлежал лесовоз, его уже не починила. В общем, его закрыли и больше по нему машины не ездят. Он теперь пешеходный. Это этот кусок Рязан-Ивановской области отрезало от Владимирской. И попасть в ковров теперь очень трудно. У них там есть еще какая-то дамба, по которой запрещено ездить. И через эту же речку Тезу строят новый мост, но никак не могут достроиться, потому что кончились деньги, потому что, как они грустно пожимая плечами, говорят, военная операция. И вот мы, соответственно, попав туда, вдруг поняли, что все наши планы идут к черту, и мы не сможем никак. Мы думали, что мы придем в холл и возьмем такси и уедем в ковров. И казалось, не придем и не возьмем, потому что нет, из коврова нельзя заказать такси, потому что дорогу до холла от трассы шуя ковров не достроили, потому что там просто разбитое месиво из песка и щебенки, и таксисты не ездят, потому что они достроили, потому что понятно, военная операция. И тут неожиданно нам на помощь пришли местные женщины, они собрали целый консилиум, обзвонили всех своих знакомых, и где-то часа за полтора нашли человека, который... Там были всякие удивительные приключения, пришла к нам какая-то совсем старушка-старушка и сказала, что вот у нее сын, она ему дозвониться не может, потому что он сейчас зону сторожит, а там телефоны отключают. Но вечером, когда у него смена кончится, он поедет в ковров и, может быть, заберет нас, если мы ему дозвонимся. Но обошлось без этого. В общем, мы уехали попутно, в очередной раз выяснив, какие на самом деле добрые, отзывчивые, готовые помогать люди нас окружают. Потому что это прям реально было событие для всего поселка, в котором там половина жителей, наверное, участвовала. Созванивалась, обсуждала, кто может поехать в ковров, а кто не может поехать в ковров. И вот у нас все получилось. Ну, кстати, еще немножко вот про... Это уже ковров. Подожди, Сергей. Довольно грустное место. Сейчас. Я хотел бы сказать, что то, что Россия становится автомобильной цивилизацией, и чем провинциальнее, тем больше. Вот как раз, как решают люди проблему того, что нельзя проехать через реку Теза в Холуе. У них две машины, одна на одном берегу, другая на другом. Вот это, ну, вот это как бы, вот современная Россия превращается именно вот, это очень хорошее показатель, у всех почти людей, которые ездят в ковров, машина на обоих берегах, на одном одна, на другом другая. Ну, ковров, ну, что тут рассказывать? Вот, кстати, нам с Иваном очень не понравился ковров. Нам показалось, что там все некрасивое. Все не... вот что-то нас сбило с этого, с того ощущения красоты в коврове. И вот я специально эту фотографию поставил, мне вот единственное, это здание в коврове понравилось. Я вообще люблю очень такое. Я сюда поставил, чтобы не... ну, нельзя же... Это, как вы понимаете, старое здание пожарной охраны с каланчой. Это мстера. Мстера удивительно красивое место. Ну, ладно, это просто один из мстерских монастырей с собором 17 века. Понятно, что такого мы видели. Вот покажите следующий. Тут он не очень хорошо, опять же, по... не очень хорошо получилась фотография, потому что это все под стекло и с диким светом. Но вы зацените сюжет. Ленин среди членов индийской делегации в Кремле. И зацените оформление. Они же все вот буквально с иконой и сбежали. Ну, автобус. Вот на таком мы ехали из мстера в Вязнике. Отлично. Автобус едет, даже почти не ломается по дороге. Цивилизация автомобильная? Автобус такой, да. Это вот загадочный памятник очень в городе Вязнике Владимирской области. Я забыл, он означает, символизирует то ли любовь родителей к детям, то ли наоборот детей к родителям. Ну, в общем, он про любовь. Это отец и дочь. И Андрей вот фотографировался на этой скамейке и получился памятник отец, дочь и дед, но он почему-то не включил его в эту подборку. Надо сказать, что вообще, когда вообще в России удивительное пространство удивительных памятников. Это, конечно, сам, ну, это, я не знаю, есть ли, наверное, какие-то исследователи, которые пытаются по этому писать, но Россия, когда это вот памятники, это прям то, что происходит с памятниками, это какой-то один чудовищный другого. Ты видишь, думаешь, хуже этого памятника быть не может. Ну, вот, в частности, в предыдущем нашем паломничестве мы такого Николая увидели рядом. Николай в Матищах стоит, работой скульптора Клыкова, ну, вернее, в Тайнинском удивительной странности памятник. Вы можете сходить и насладиться это почти сразу замкат. Но в этом нашем путешествии оказалось, что вообще-то дно может быть и разнообразнее. Вот прекрасный князь Пожарский с лицом, ну, не знаю даже с каким это слово дебил. Я бы сказал хомяка, но я не настаиваю. Вот, или вот этот памятник педофилу. Заметьте, ну, все-таки это памятник любви родителей к детям. Ну, вот тут вот не знаю, о чем вам рассказать. Вот видите на заднем плане колокольня? Это колокольня на соборной площади города Вязники. Никакого собора рядом с ней нет, потому что его взорвали в 36-м году. Колокольню построили в 2019-м. Собор рядом с ней не построили. Это, видимо, не связано с теми трудностями, на которые теперь все ссылаются, а просто вот там стоит одинокая загадочная колокольня. А вот это улица Трудовая гора в Вязниках. Вот так выглядит улица Трудовая гора в Вязниках. По этой горке поднимаешься и действительно если вы будете в Вязниках, обязательно поднимитесь по этой лестнице. И вы попадете в одно из самых там места, где сосредоточено куча самых красивых зданий в Вязниках, включая и церковь, и туберкулезный диспансер, возможно, фотография которого будет дальше. Вот, кстати, это тоже там на лестнице. прекрасная церковь и за ней тоже дом эпохи модерна, который сделан в стиле крепости с башенками и так далее. Это бабушка вообще из Шуи, она сюда по ошибке попала, но это, кстати, сказать, единственный символ печальных современных событий, которые мы встретили за все дни хождения, не считая, конечно, билбордов, их, понятное дело, много, и не считая раздаточного материала с призывом служить отчизне, который даже в музеях раздают, я в Палякском музее взял брошюрку, изучил ее, и хочу вам сказать, что если соберетесь заключать контракт с Министерством обороны, то заключайте в Москве, потому что это будет тысяч на двести рублей выгоднее, чем в Ивановской области, а если не соберетесь, то тоже хорошо. Кстати, действительно, реально, ощущение, будто нет ничего того, что есть, оно потрясает, и оно не только московское, нам кажется, что в Москве этого ничего нет, того, что есть, но на самом деле, вот в Ивановской области, казалось бы, глубинной России ничего нет, ну вот опять же, есть плакаты, записываться куда-то, где деньги платят, вот и все, там нет, все, даже в этих билбордах, которые, там, кстати, довольно много было, в Вязниках, В Вязниках, кстати говоря, там такая конкуренция, это тоже, наверное, очень интересно, там преобладают два вида билбордов, записывайтесь в контрактники и банкротство физических лиц, и адвокаты, и возможно, они как-то, возможно, тут есть какая-то связь, но я не хочу опускаться до инсинуации и клеветы на наш славный строй. О, вот это удивительный шедевр модерна, это туберкулезный диспансер в Вязниках, просто очень красивый домик начала 20 века. Это адрес нашего телеграм-канала, старик еще забыл собачку пририсовать, но если вы вдруг не подписаны, подписывайтесь, а если хотите нас о чем-нибудь спросить, спросите, потому что, мне кажется, мы уже всех утомили. А если не хотите, то тоже нормально, а хотите, но... Я хотела спросить, не было ли вам временами как-то страшно, опасно идти? Не про фуры, конечно, а про ничего страшнее человека нету, особенно там лес и какие-то... Ну, не было ли вот такого ощущения, что небезопасно? Ну, помимо гостиницы, где вы сами себе придумали эту историю? Наши люди добрые, отзывчивые и всегда готовы помочь другим. Это может звучать странно, но это так. Нет, мы вообще, наверное, ни разу никакой настоящей, исходящей от людей опасности не чувствовали, хотя сталкивались с разными людьми. Но я рассказывал эту историю в Телеграме, могу повторить. Там в какой-то момент это мы шли из Южи в Холуй, там, значит, на насыпи дорога, а деревенька под насыпью внизу. И вот два каких-то очень пьяных человека искали велосипед, страшно ругаясь, перед домом. Там кусты какие-то у них перед домом, а велосипед этот стоял на насыпи на дороге, вот на максимально видном месте. Они его нашли и решили с нами познакомиться, говорили с нами невероятно вежливые, желали счастливого пути, потом один из них догнал нас через километр уже на велосипеде, стал уточнять, куда мы идем, но им двигал абсолютно исследовательский интерес, никакой попытки завести конфликт с нами не было. Он нам, правда, не поверил, он нашел свой ответ, он назвал фамилию какой-то женщины, которая, как ему казалось, имеет смысл идти в Холуй и решил, что мы идем к ней. Но вот даже пьяный человек, от которого ждешь агрессии, не был агрессивным, а так нам все помогали невероятным образом. В Палехе, например, в кафе мы вечером хотели выпить, а там кончилось спиртное. Официантка нам говорит, ну, через дорогу в магазин, он еще работает, вы идите, купите себе что-нибудь. В Палехе с нами был еще третий участник, он как раз из Палеха вернулся в Москву. Мы с Андреем ушли, а он остался. И пока мы дошли до магазина, он нам прислал сообщение, мы еще минералки просили, минералка тоже кончилась, и официантка советовала нам ее тоже купить. И ни с чем другим нигде мы не сталкивались, но может нам везло. Как вы понимаете, никакого слова пробковый сбор там не знают даже и не собираются произносить. Да, мне кажется, комары, да, это проблема, клещи проблема, а люди не ощущались как проблема, да. Отсутствие кафе проблема, отсутствие магазинов проблема, то есть вот пройдя больше 30 километров от Палеха до Южа, мы смирились с тем, что в этих местах вообще нет кафе, и надо какую-то еду покупать себе в магазинах. Потом мы пошли из Южа в Холлу и обнаружилось, что там еще и магазинов нет, и они в магазин ездят на велосипеде либо из деревень своих, либо в Холлу, либо в Южу. Ну, вот это все проблемы, вот мостов нет проблемы, дороги не везде хорошие проблемы, а люди везде хорошие. Даже не знаю, никто не пытался затеять с нами хоть что-то похожее на конфликт за все эти 5 или 6 дней, сколько мы скитались. В Москве, мне кажется, страшнее в этом плане, даже если не ходишь долго пешком. я хотела сказать, что по поводу валежника, вот, Иван, вы говорили, на самом деле я сама у нас деревня в 100 километрах от Москвы на границе с Тверской областью, вот, и собирать валежник совершенно, ну, очень опасное занятие, потому что, что бы ты ни собрал, даже самую гниль, могут тут же появиться и сказать, что ты это все срубил, и за это, в общем, административная ответственность, ну, сами знаете, потом, может, и не административная, вот, а вопрос у меня вот какой, не могли бы вы сдать пароли и явки, потому что, я имею в виду, где вы, где именно, как может быть, название гостиниц, в каких именно местах вы проводили ночь, потому что, ну, у меня вот есть тоже такая же мысль, но только поехать уже, то есть идти не пешком, потому что я с пожилой мамой хочу, она, вернее, очень хочет, потому что она тоже вас читает с удовольствием, вот, и у нее такая же вот мысль возникла, где можно переночевать, чтобы все вот это посмотреть, что посмотрели вы. Ну, а если наш маршрут повторять, Шуя цивилизованный город, там несколько отелей, мы жили в отеле, который гордо называется Гранд Отель Шуя, и, несмотря на название, он, в общем, вполне себе нормальный. В Палих тоже туристический центр, там их не то, чтобы много, но, что это небольшое село, то ли две, то ли три, и они хорошие. В Юже, вот, мы жили в этом удивительном гостевом доме, я забыл, как он называется, но он там один, я думаю, вы его найдете. В Коврове много гостиниц, туда там, ну, понятно, там военный завод и всякие такие неприятные вещи, едут какие-то командировочные, вот, мы жили на улице, на которой эти отели стояли вряд, ну, то есть, они страшненькие, но если вам просто переночевать, то вполне, ну, а, собственно, дальше уже мы не ночевали. Короче говоря, вот, в относительно больших городах с этим все хорошо, но есть одна особенность, что во многих... Слушайте, главное, если ехать, вам же на самом деле, ну, если вы на машине, то вы, то же самое расстояние проделается гораздо быстрее, вы из Шуи, ну, Шуя, Палех, 30 километров, отличная дорога, вы за полчаса туда придете, приедете, вот, ну, ну, я бы тогда в юж ночевал, наверное. Просто есть... при условии, что мост достроят через Тезу, потому что, если не достроят, вам придется возвращаться в Шую, но, опять же, это же все близко, если не пешком, есть прекрасная трасса Шуя-Ковров. Вот, я еще хочу сказать, что если вы сейчас с гостиницами, к сожалению, даже Яндекс.Гостиницы, они не... ну, где-то 50 процентов, во многих там, не знаю, например, в той же Палехе, Яндекс.Гостиница не знает ни одно, в Южи не знает ни одной, в Шуе знает одну и так далее. Чаще всего у них даже нет сайта. То есть, надо звонить им напрямую, при этом, тут, как тоже, можно, несколько раз поговорили, они максимально доброжелательны. У них сайта нет, но, например, в Гугле, в картах Гугли и картах Яндекса они есть, а в Яндекс.Гостинице туда номера не резервируют. Ну, вот Букингком, мне кажется, был более, более обширную сеть имел. Сейчас нет такой же сети, как... Но, опять же, если пользоваться параллельно Гугл и Яндекс.Картами, можно найти все, почти все существующие гостиницы или гостиные дома, да, гостевые. И просто надо понимать, что, чтобы ночевать в России, надо предпринять сейчас чуть больше усилий, чем раньше. Я не знаю, что рассказывать. Андрей, по-моему, я много, не один раз был в Тутаеве. Это, что поразительно начинается, это город в Ярославской области. Поразительно начинается с названия, потому что название Тутаев кажется таким уютным, древним и настоящим. На самом деле, Илья Тутаев, это красноармеец, который погиб при подавлении Ярославского Белгвардейского мятежа, и в честь него переименовали город, который до этого назывался Романов-Борисоглебск. А до этого он был, он Волгой разделен на две части ровно, и до 30-х, что ли, годов 19-го века это было, соответственно, два города, Романов и Борисоглебск. Удивительный, ну, как сохранившийся в довольно запущенном состоянии, но очень милый такой старинный русский провинциальный городок, в котором есть два невероятной мощи памятника. Это на Борисоглебской стороне 17-го века Воскресенский собор, в котором куча старинных икон, в котором сохранились мощнейшие росписи ярославских мастеров конца 17-го века. В общем, ну, и сам по себе он настолько красив, что ходила даже у искусствоведов легенда, что его строили итальянцы, но на самом деле его строили тоже ярославские мастера. На другом берегу, соответственно, на Романовской стороне, на горке, где раньше был Романовский Кремль деревянный, его сожгли поляки в смуту и больше его не отстраивали. Там стоит собор, который в основе, крестовоздвиженский называется, в основе 16-го века, но так как он сейчас выглядит, он выглядит, он это 17-го века постройка, и грандиозность его в том, что его расписывал самый великий мастер русских фресок Гурий Никитин. Вы, безусловно, видели фрески Гурия Никитина, если хоть чуть путешествовали по России, в соборе Ипатьевского монастыря в Костроме, в церкви Ильи Пророка в Ярославле, в Успенском соборе в Московском Кремле, в одном из монастырей Переславля-Залесского соборе, ну, короче говоря, их там в семи, что ли, церквях они сохранились, и вот крестовоздвиженский собор Тутаево одно из этих мест, но там беда в том, что их не реставрируют, они в довольно плачевном состоянии, и вот год от года туда приезжая, прям видишь, как они гибнут, собор, ну, его, слава Богу, законсервировали, потому что там даже следы дождевых потеков есть на этих фресках, там у Гурии любимым сюжетом был апокалипсис по мотивам голландских гравюр, и вот там на западной стене гигантский его апокалипсис, в общем, это очень круто. Прекрасный город Тутаев, очень большие проблемы с кафе и гостиницами, как везде, но в принципе это долгий разговор. Но он, да, но он такой, он, знаете, он не очень туристический, несмотря на свои красоты, поэтому с гостиницами там проблемы, а кафе там прям вообще нет. От Ярославля, я не помню, сколько километров, но минут 40, на машине по трассе Холмогоры отличная дорога, да, можно съездить и вернуться одним днем. Ну, короче, путешествуйте по России, да, хотите еще что-то спросить? Здравствуйте, спасибо большое за интересный рассказ и довольно симпатичные фотографии. Я хотела спросить про ваши разговоры в пути, не разговоры о каких-то бытовых нуждах, типа в магазинах, там, переночевать и так далее. Влияет ли пешая дорога на, выводит ли она разговор на какой-то другой уровень по сравнению с вашими другими разговорами? Спасибо. Ну, надо честно сказать, что километров после 10 она вообще ухо уводит от разговора и ты просто идешь и думаешь, хорошо бы все-таки куда-нибудь дойти. Ну, а так что мы простые люди, мы шутим глупые шутки, подкалываем друг друга. И особо философских разговоров не ведем. То есть у нас как-то созерцание отдельно, а осмысление потом и отдельно, когда немного отдохнешь и ну и вот. Да? Мне кажется, мы не ведем особо разговоров в пути. что вопрос очень правильный, в том числе, вот Ваня сейчас отвечает, на самом деле, конечно, меняется. Есть эти дорожные разговоры. у нас ну как бы и в первом паломничестве, в втором, то есть есть какое-то же, опять же, это зависит от километража. Это зависит, ты начиная, ты время от времени у тебя появляется, ну, ты долго молчишь, идешь, и вдруг ты говоришь что-то, что, ну, например, да, кроме шуток, что-то, что вдруг, ну, ты бы не сказал до этого, либо готов сказать что-то банальное, либо, наоборот, задеть какой-то разговор о чем-то, что внутренне, ну, уже говорилось, да, ты просто хочешь что-то договорить. Иногда вот, там, можно это воспринимать как бормотание, но есть какая-то особенность. Мы до конца этого сейчас не можем понять, потому что, ну, во-первых, мы и так ведем какие-то разговоры, во-вторых, ну, я думаю, что вот это есть какая-то особенность. Здесь с этим что-то происходит. Ты начинаешь, то есть, да, при этом тоже на начинувании очень прав, что не с десятого, на каких-то километрах ты просто считаешь шаги. И вот это осмысление тоже какое-то особенное. Ты, когда считаешь шаги, что-то с твоими мозгами происходит. Ты идешь и, там, вот считаешь шаги или смотришь на, ты пожираешь километры, уже больше ни о чем не думая. Но, это тоже как-то влияет на разговоры. Вот я хотел бы это осмыслить, но мне тоже пока не получается. Ну, в общем, это практика сродни медитативность какого-то момента, да. Спасибо.